Привет! Не забудь подписаться на канал. В описании под видео ты найдешь полезные вещи для охотника. А теперь погнали! Ружье Ш-58 открыло самостоятельный модельный ряд заводских горизонталок си-ударными механизмами, оснащенными спиральными цилиндрическими пружинами. Бескурковые ружья с боевыми спиральными цилиндрическими пружинами – не новость в мировой оружейной технологии. Так бельгийская фирма Piper в начале 20 века выпускала бескурковую двустволку Bayard с такими пружинами на штоках, установленными в пазах под подушками колодки перед курками. Созданная в 1958 году, как видно по маркировке, модель Ш-58 оказалась удачной, и за все время производства охотники получили немногим менее 1,4 миллиона экземпляров. Часть из них поступила на экспорт, еще в 1976 году на международных ярмарках в странах СЭФ они награждались золотыми медалями и дипломами. Основная заслуга в создании двуствол КИЭШ. 58 и ее последующей модернизации принадлежит конструктору Пугачеву. Традиционную ступенчатой формы колодку несложно узнать по неглубокому вырезу в задней части. Первоначально выпускались образцы 16-го калибра с блоком стволов длиной 730 мм и 20-го калибра со стволами длиной 675 мм. Предусмотрен выпуск модели и 28-го калибра со стволами длиной 675 мм, но на рынке она не встречалась. Вскоре базовую модель модернизировали, набор калибров расширили. И в 1971 году появилась модель ИШ-58-12 и 16-й калибров с колодкой измененной формы, задняя часть которой вырезана по дуге окружности. В 1975 году на нее установили эжекторные механизмы, что отражено в маркировке ИШ-58М. А с 1976 года стали выпускать двустволки ИШ-58М и ружьи ИШ-58М с автоматическим предохранителем, обозначение которого введено в маркировку. Одной из последних в этой группе назову мощную двустволку ИШ-58М. 20-м калибра с патронниками длиной 76 мм. Создавалось ружье ИШ-58 как массовое и доступное, что учтено в технологии. Так его механизмы собраны на штифтах, колодку украшал лишь стилизованный типовой орнамент. Предусмотрены различные варианты исполнения, рядовое, улучшенное, штучное. Причем надбавка к цене двустволки ИШ-58М за штучную категорию в 1970-е годы составляла 80 рублей, почти полную стоимость базового варианта. Полагались надбавки также за орех на ложе и цевье, гравировку, эжекторные механизмы, резиновый затыльник. Двустволок ИШ-58 и ее модификации в сравнительно дорогом исполнении немного, да и декорированы, они в экономном стиле. Обычно колодку украшали растительным орнаментом и изображениями животных, а на колодку по контуру накладывали декоративный кант всечкой серебряной проволоки, инкрустировали и ложу. Именитых ружей мало, назову горизонталку ИШ-58М 12-го калибра, которая принадлежала председателю правительства ИРФ Черномырдину. Декорирована она арабесками и изображениями птиц в сочетании с растительным орнаментом, выполненным серебряной проволокой на орехе ложа. Любителям отечественного оружия весьма важен тот факт, что одно время завод и жмех указывал фамилии мастеров. Отладчиков и мастеров-сборщиков в прилагаемом к ружью паспорте. Сейчас удастся назвать только некоторых, так в 1960-е годы работали Сергеев, Суренин, Ватягин как удалось расшифровать, а позже в 1970-е годы Самарин. Затем эта практика прекратилась, сообщались фамилии мастеров и граверов только для ружей индивидуальной работы. Конструкция ружей ИШ-58 хорошо описана в специализированной литературе, отмечу только, что неавтоматический предохранитель ружей ИШ-58 запирает шептала. А на горизонталках ИШ-58МА автоматический предохранитель поворотом тяги превращается в неавтоматический. Да и оригинальной конструкции жекторный механизм ружей ИШ-58МА несложно отключить. Вполне оригинальная конструкция тройного запирания блока стволов колодки модели ИШ-58. Нижнее запирание представлено типовой двойной рамкой системы PERDI, а верхнее, третье запирание представляет собой ступенчатый крюк на казенном срезе стволов, который зажимается верхним рычагом запирания. На двустволках ИШ-58 стволы соединены в блок с помощью казенной муфты, зафиксированной штифтом и по длине спайной, это типовая технология массовой горизонталки. Изготавливали стволы из стали марки 50А с пределом текучести не менее 50 кг М2 и пределом прочности не менее 75 кг М2. А затем из стали марки 50А с такими же свойствами, но с присадкой бура для улучшения прокаливаемости. В целом ружья ИШ-58 характеризовались типовыми параметрами. Так двустволка ИШ-58 20 калибра 1959 года со стволами из стали марки 50А длиной 675 мм и массой 1,35 кг весила 2,95 кг. А выпущенный годом ранее такой же образец весил 2,84 кг со стволами массой 1,28 кг. Модель ИШ-58 16 калибра с блоком стволов длиной 730 мм из стали марки 50А имела массу 3,25 кг. С 1970-х годов для ружей ИШ-58 12 и 16 калибра указан предел не более 3,2 кг. Это осредненные заводские параметры, поэтому охотникам желательно измерить параметры ружья и стволов. Весьма важны условия испытаний ижевских горизонталок на прочность, которые проводили по стандартной методике патронами с усиленными зарядами пороха. При испытаниях ружья на подушках стволов пробивали клеймо в виде буквы «Н» в трапециевидной рамке. Ружья ИШ-58 20 калибра испытывали при давлении 900 кг с М2 патронами с зарядом пороха сокол массой 2,5 г и снарядом дроби номер 5 массой 25 г. Образцы ИШ-58 16 калибра испытывали при давлении 850 кг с М2 патронами с зарядом пороха сокол массой 2,6 г и снарядом дроби массой 30 г. В 1960-е годы на подушке стволов ружей ИШ-58 стали наносить клеймо испытания стволов в виде буквы «Н» в ромбике, которые проводили при давлении 950 кг с М2 для стволов 16 калибра, а при давлении 1000 кг с М2 для стволов 20 калибра. В 1970-е годы двустволки ИШ-58 12 калибра испытывали при давлении 850 кг с М2, для чего применяли патроны с зарядом пороха сокол массой 3 г и снарядом дроби номер 5 массой 35 г. Для такого же ружья 16 калибра испытательное давление равно 900 кг с М2 сравните с предыдущим периодом. Стволы 12 калибра испытывали при давлении 900 кг с М2, а стволы 16 калибра при давлении 950 кг с М2. В 1980-е годы ружей ИШ-58 ма и стволы испытывали при тех же условиях, но ввели единицу давления паскаль. Давление указывали в разных единицах, например 83,4 мпа или 93,1 мпа. Важны охотникам и результаты заводской проверки показателей боя дробью. Проверяли их для каждого ствола стрельбой тремя патронами, и если хотя бы один давал результат, совпадающий с нормативом, то бой считался удовлетворительным. Методика типовая, стреляли патронами со свинцовой дробью номер 5 на дистанцию 35 метров в стандартную мишень диаметром 750 мм. Отмечу, что все рассмотренные ружьи имеют дульное сужение стволов получок-чок, причем первое значение кучности боя относятся к правому стволу, второе к левому. Так ружей ИШ-58 20 калибра 1959 года дало кучность 54% и 58%. При этом применялись патроны с зарядом пороха с околмассой 1,5 грамма и снарядом дроби массой 25 граммов. Несколько лучше кучность боя горизонталки ИШ-58 1968 года, которая при стрельбе патронами с зарядом пороха с околмассой 1,6 грамма составила 50% и 60%. Проверку показателей боя Ружей ИШ-58 16 калибра проводили патронами с зарядом пороха с околмассой 1,7 грамма и снарядом дроби массой 30 граммов. Такая двустволка 1964 года дала кучность 52% и 59%. Аналогичны показатели боя дробью и более крупных моделей 12 калибра, которые проверены патронами с зарядом пороха с околмассой 2,5 грамма и снарядом дроби массой 35 граммов. И двустволка ИШ-58 1971 года, и ружь ИШ-58 1976 года, и модель ИШ-58 МА и 1980 года показали кучность 52% правого ствола и 62% левого. Эти показатели боя дробью соответствуют нормативам для массовых серийных ружей с дульными сужениями стволов получук-чук. Поэтому важнее параметры применявшихся при этом патронов, которыми можно воспользоваться и при нынешнем снаряжении патронов, конечно, с учетом заводских рекомендаций по каждой партии пороха. История двустволки ИШ-58 закончилась в 1986 году, когда на ее базе создали горизонталку ИШ-43 с оригинальным спусковым механизмом.